В эфире новости Анапа-регион в студии Сергей Корабельников. Здравствуйте! Глава Анапы Юрий Поляков принял участие в презентации прорывных проектов развития среди муниципалитетов Черноморской экономической зоны. Мероприятие прошло в правительстве Краснодарского края. Напомню, в рамках реализации стратегии 2030 на Кубани созданы 7 экономических зон. Северная, Центральная, Восточная, Черноморская, Предгорные экономические зоны, а также Сочинская и Краснодарская агломерации. В состав Черноморской экономической зоны входят Темрюхский и Туапсидский районы, Новороссийск, Геленджик, а также Анапа. На совещании было принято решение провести отбор конкретных проектов развития по всем экономическим зонам, определить четкие сроки их реализации и источники финансирования. У Черноморской экономической зоны большой потенциал сосредоточен в промышленности, развитии транспортной, портовой инфраструктуры и совершенствовании санаторно-курортной отрасли. Мы активно прорабатываем с федеральными органами власти возможность совместной реализации флагманского проекта «Стратегии 2030. Южный экспортно-импортный хаб». Он стратегически важен для развития экономики не только региона, но и России в целом. Черноморская экономическая зона весьма привлекательна для инвесторов, это факт. В 2017 году совокупный объем инвестиций по крупным и средним организациям этой территории превысил 122 миллиарда рублей, или более третий от суммарного объема инвестиций по всему региону. Вместе с тем, в соответствии со «Стратегией 2030» в части Черноморской экономической зоны эта доля в объеме накопленных инвестиций до 2030 года должна составить более 2 триллионов рублей. Начиная с этого года, среднегодовой объем инвестиций по зоне должен составить от 150 до 169 миллиардов рублей. Число проектов, которые теперь будут представлены на Совете по стратегическому планированию, которую возглавляет губернатор Кубани, вошла модернизация аэропорта и автовокзала в Анапе. И к другим темам. Как обеспечить безопасность жителей города во время возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом шла речь на встрече руководителей ТОСов с представителями силовых структур и МЧС. Трагедию легче предупредить, чем ликвидировать ее последствия. И здесь на помощь силовым структурам, пожарным и спасателям приходят органы территориального самоуправления. По факту это связующее звено между государственными структурами и местным населением. Координаторы ТОС всегда знают, что происходит на их территориях, и в случае возникновения нештатной ситуации напрямую оповещают специальные службы. Кто, как не вы, знает на месте, где нужна помощь каким-то маломобильным гражданам, которые могут пострадать в первую очередь при пожаре. Кто, как не вы, знает, куда нужно направить силы и средства. Может быть, где-то ручей забился или речка. Сейчас в Анапе работают 150 органов территориального самоуправления. Они напрямую взаимодействуют с населением. В зимний период резко увеличивается количество пожаров. Причина – нарушение элементарных правил техники безопасности. Пожарные обратились к общественникам с просьбой усилить контроль за ситуацией, а на общественных сходах провести разъяснительную работу. Особое внимание уделить пенсионерам и социально неблагополучным семьям. Пожар может привести к трагедии. Поводой человек 16-летнего возраста остался один дома. С утра встал, решил приготовить себе завтрак и не почувствовал, что травит газ. Как мы говорили, вот про взрывы бытового газа. Только зажег спичку, произошел хлопок, загорание всех штор, таких легковоспламеняющихся конструкций. И тоже молодой парень получил значительные ожоги, попал в краевую больницу, в ожоговый центр. Как действовать во время подтопления? Сегодня эта тема как никогда актуальна. С каждым годом количество и частота выпадаемых осадков увеличивается. Здесь счет иногда может идти на минуты. Общественникам важно знать, как провести оповещение населения и грамотно организовать эвакуацию, не дожидаясь прибытия оперативных служб. Это опасное явление. Раньше оно проходило порядка 25-30 лет один раз. Но, к сожалению, в последнее время климат меняется. И такие явления отмечаются уже в течение 2-3 года. Что такое 111 миллиметров осадков? Все знакомые с арифметикой – это 11 ледер воды на 1 квадратный метр. В завершении встречи участники совещания получили памятки с правилами поведения в случае чрезвычайной ситуации. Следующее совещание состоится в феврале. Общественники обсудят вопросы с социальными службами города. Руслан Душевский, Анапа. Регион. И в продолжении темы. Паводковая ситуация в Анапе стабилизируется. Однако в районах, где домовладения расположены близко к пойме реки Анапка, были подтоплены подвалы и погреба. В этом списке – Чимбурка, Рассвет, Заря и Усатого Балка. В сами дома вода не зашла, и никто переезжать в пункты временного размещения не собирается. Напомню, практически месяц в Анапе не прекращались дожди. С конца декабря выпала 4-х месячная норма осадков. Ситуацию удалось удержать под контролем благодаря тому, что городские службы оперативно расчистили русло реки. Все работы находились под личным контролем Юрия Полякова. И сейчас критический пик пройден, однако повышенная влага в почве пока сохраняется из-за выпавшего снега и низких ночных температур. Тем временем пешеходный мост через Анапку начали восстанавливать после Паводка. Сегодня специалисты МУПАКУ приступили к монтажу основы сооружения. Мост укрепят и затем заменят доски и перила на всем протяжении перехода, а это более 25 метров. Материалы уже закуплены. Сейчас главное, чтобы погодные условия позволили выполнить весь фронт работ. Вопросы безопасности обсуждались и на селекторном совещании под руководством первого заместителя губернатора Андрея Алексеенко. Подробности в нашем материале. В Анапской студии собрались все главы сельских округов и представители оперативных служб. Особое внимание было обращено на противопожарную безопасность и подготовку к празднику Крещения Господня. Заместитель главы Сергей Петров особо подчеркнул, что необходимо усилить контроль на водоемах, особенно в сельских округах. Вполне возможно, что наши жители будут купаться везде и всюду. Предполагаемые места купания определите, каким образом и как мы будем охранять. То есть это надо будет полиция, казаки, давайте, чтобы вы в рамках своего сельского округа каждый продумал план мероприятий по предотвращению купания в неорганизованных местах. Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям, заместитель главы Анапы Валерий Королев поставил задачи сотрудникам правоохранительных органов и спасателям обеспечить комплексную безопасность во время купания. В муниципалитете определено три места для крещенских купаний – Центральный пляж, Малая бухта и пляж Станица Благовещенская. В этих местах с 20 часов и до 2 часов ночи будут дежурить спасатели, сотрудники полиции и кареты скорой медицинской помощи. На пляже Высокий берег организуют торговую точку с горячим чаем и выпечкой. При содействии Управления по санаторно-курортному комплексу и туризму для купающихся будут подготовлены кабинки для переодевания и скамейки. Руслан Душевский, Анапа. Регион Итак, совсем скоро, 19 января, православные христиане всего мира отметят один из самых значимых праздников – Крещение Господне. У большинства из нас оно ассоциируется в том числе с купанием в проруби. Мы нашли в Анапе несколько семей, которые не боятся холодной воды и окунаются в море даже при минусовой температуре. Совет начинающим моржам в нашем следующем сюжете. Температура воздуха плюс два, вода на один градус теплее, но даже это не останавливает девятилетнюю Каролину от купания. Однако моржевание и купание в Крещении – вещи разные. Любители поплавать в холодное время года делают это с целью закаливания. То, что происходит в Крещенскую ночь, несет другой посыл. Это не церковное установление, это народная традиция, которая идет из благочестия народа. И поэтому к этому делу нужно приступать благочестиво. Это не какое-то купание, не какое-то соревнование или развлечение, или моржевание. Это есть прикосновение такое к благодати Божией. Купаться в Крещении – традиция которой уже не одна тысяча лет. О чудотворных свойствах воды в этот день говорят многие эксперты. В это время все говорят, что в воде очень много целебных, волшебных качеств. Как этим не воспользоваться? Тем более здесь, при такой замечательной температуре, с северами не сравнить. Поэтому я бы всем посоветовала попробовать. Я думаю, что здесь как раз вот 19-го есть возможность попробовать себя, и вы поймете, что это вполне возможно. Искупаться в ледяной воде стало не только делом веры, но и веянием новой экстремальной моды. А для многодетной семьи, в которой воспитывается 11 приемных детей, это уже традиция. Для нас вода святая каждый день. Да, уже много лет, с 2006 года мы живем в Анапе, и летом много народу, а зимой вся вода только для нас. Я так, как и своя мама, очень сильно люблю купаться, катаюсь на серфе. Мне очень все нравится, я крещена, я этим горжусь. В Москве эта традиция стала массовой в 90-е годы, рассказывает Светлана. Раньше она купалась в Кузьминском пруду при температуре минус 30. Для этого во льду приходилось прорубать и ордань в форме креста. Морж со стажем раскрывает секрет, как подготовиться к экстремальной нагрузке. Дома перед этим надо немножечко попробовать себя облиться прохладненькой, холодненькой водичкой, чтобы так сильно перепада не было. А сразу после купания желательно быстро одеться. На высоком берегу для этого предусмотрен герметичный непродуваемый павильон. Медики предупреждают, купание в холодной воде запрещено детям до трех лет, беременным и людям с заболеваниями органов дыхания, сердца и почек. В этом году крещение Господней будет отмечаться на 13-й день. После Рождества 19 января в субботу купаться можно всю неделю. Крещенская вода остается святой семь дней. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Руслан Душевский, Анапа-Регион. Все выпуски новостей вы можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Не нарушайте скоростной режим. Берегите свою жизнь и жизнь своих близких. Берегите свою жизнь и жизнь своих близких.